Всем привет! Сегодня будет довольно-таки необычное видео. Очень часто у меня спрашиваете, пишите в комментариях, как же закончилась эта история. Как все-таки они пришли к какому-то решению. Сегодня будет у нас результат по двум историям. Девочки согласились, чтобы я рассказала. Зачитать разрешили мне их письма ответные на почте, как они изменили свою жизнь после видео, которое мы с вами обсуждали на моем YouTube-канале. Помните, история, она до сих пор популярна. Ее до сих пор смотрят, пишут комментарии. Там, кстати, были запросы, как же это все закончилось. Интересно. История про архитектора, который в интернете что-то крутил, мутил, непонятно. Ссылки на девочки на истории я оставлю под видео. Можете пройти посмотреть, кто не видел. Зачитываю результат по этому письму. Здравствуйте, Галина. Хочу поблагодарить вас за публикацию о моей истории. Воспользовавшись вашими советами, я действительно отстранилась от происходящего. Результат не заставил себя ждать. Мой архитектор, в кавычках, начал писать с удвоенной силой, но после вашего видео у меня как будто мозг вернулся на свое место, и я стала анализировать все происходящее. Первое, что меня стало настораживать, это его геолокация на фото, которую он выставлял. Там очень часто был город-муж. Очень много фото, но неделю назад он перестал по вечерам выходить со мной на видеосвязь, хотя раньше все было прекрасно, были видео, никаких проблем. И в один из дней днем он включил видео и сказал, что работает и что я вижу, а он в офисе с фотографией из города-муж, то есть в инстаграме где-то там, наверное, да, он геолокацию отметил. А сам сказал по скайпу, что он в Минске находится. Позже я задала ему вопрос, почему он меня обманывает и что он находится не в Минске, а в Турции. Сначала он пытался все спустить на мое недоверие ему, но, видимо, поняв, что попался окончательно, выложил мне вообще всю правду о себе. А правда оказалась такова. Кстати, девочка, вот я о чем говорила, не бойтесь надавливать, если в видео о звоночках. Звоночки не пропускайте, они не просто у вас так в голове, это ваш здравый смысл вам намекает, что есть куда обратить внимание ваше. Вот девушка раньше пропускала звоночки, когда видео мое посмотрела, проанализировала, начала поддавливать на ее смущающие какие-то моменты в общении. То есть она его подловила. Он оказался женат, и его сыну два с половиной года говорит, что женился, и родители жену не любят, и хочет развестись. В Минске действительно работает, но часто летает в Турцию к сыну, я думаю. Ну и на самом деле, я думаю, к своей любимой жене. Я, естественно, сразу прервала с ним всякое общение, просто понимая, что, видимо, он в интернете знакомится с женщинами и раскручивает их на виртуальный секс. Рассказывая байки очень хорошие, и он очень хороший психолог, и знает, чем зацепить к себе девушку. Перечитав нашу с ним переписку, я-то поняла, что и меня он фактически уже через две недели начал подводить к этому. Сейчас думаю, что хорошо, что хватило мозгов не соглашаться, для меня это просто неприемлемо в силу воспитания. Только я не понимаю, зачем женатому мужику такой вид общения. Это неуважение к собственной жене. Сказать, что я разочарована, это не сказать ничего. Знаете, я больше злюсь не на него, а на себя, конечно. Я умная, образованная женщина, занимаю высокую должность в госструктуре. И повестись на такую игру, видимо, то, что живу я в небольшом городке, наложила на себя отпечаток такой доверчивости. Архитектор, в кавычках, все пытается стучать в закрытую дверь. И не понимаю, зачем, конечно, но, видимо, это у таких мужчин норма. Знаете, самое главное и хорошее, что я вынесла из этой истории, это то, что я вспомнила, что я женщина. Я занялась собой еще с большей силой, хотя в свои 42 мне больше, чем 34 никто не дает. Я изучила страну мужчин, хотя раньше меня вообще не интересовала Турция. Ну, и я стала смотреть просто блогеров, это вы и Катя. Очень много дельного вы даете в своих видео. И так кажется, касается не только отношений с турецкими мужчинами, да и вообще о жизненных обстоятельствах. Хочу сказать вам огромное спасибо на вашу работу, за ваши советы. И пусть на вашем канале будет больше видео и рассказов, чтобы наши бедные женщины не рвали свои души на части. И шли в любые отношения с трезвой головой. Это прекрасно просто. Вот для таких отзывов и результатов я снимаю свои видео. Мне очень приятно, что видео не прошло просто так. Не всегда, конечно. Я прекрасно понимаю, когда мне пишут ответную какую-то реакцию просто по результатам. Даже если будет, например, отзыв негативный, мне не понравилось, это тоже для меня лично отзыв и результат. Главный ответ, какая-то ответная реакция у человека, значит, я просто снимала не зря. В основном девушки, да, когда меняют что-то и у них хороший результат, они об этом пишут. Когда просто я снимаю видео истории и ничего не пишут, как правило, просто людям не нравится то, что я говорю в видео, им не нравится. Правда, они не готовы просто решать свою проблему. Я не говорю, что моя там истина в последней инстанции, надо делать так, как я сказала, и ваши проблемы все там типа закончатся. Нет, но иногда со стороны же важно услышать трезвый взгляд человека, какое-то другое мнение, да. Но люди просто не готовы даже этого слышать, воспринимать вообще другую информацию. Очень часто я хочу отметить, как от себя, как автора этого блога, девочки, которые пишут свои истории, на самом деле они не готовы решать свои проблемы. А они хотят услышать поддержку и как бы утвердиться в том, что они в правильном направлении, то, что они делают их проблемы, это нормально. Они хотят именно поддержки своих каких-то, ну, неврозов, проблем с психикой, проблемных своих мужчин, подпитку своих страхов и своей какой-то нерешительности и всего-всего прочего. Либо девочки, у которых низкая самооценка, занимаются самобичеванием, над собой, скажем так, чувство вины в себе культивируют и хотят слушать, что да, ты виновата в тебе. Это очень часто так делают комментаторы под видео, пишут, что женщина там во всем виновата и все прочее. И кто с низкой самооценкой вот это все впитывает негатив в себя, любит этим, питается этим, они с радостью любят такое послушать, такое бичевание. Но это не решает проблемы. Решение проблемы это сесть и принять к сведению, взвесить все и начинать менять свою жизнь, а не дальше продолжать паразитировать и продолжать то, что вас не устраивает. Так что даже если бы мне пишут иногда негативный какой-то отзыв, мне не понравилось, что мне писали, бывает, девочек часто, скажем так, отзыв на то, что не нравятся комментарии, очень зло отвечают в комментариях, что-то пишут некрасиво. Ну, девочки, такая жизнь с Оливей, каждый имеет право выражать себя, я не могу закрыть комментарии, потому что вы для этих комментариев, собственно, письма свои пишете. И просто даже, я вам просто хочу сказать, что даже из самого главного негатива надо зерно все-таки какое-то вынести. Да, все плохо-плохо, негатив, но что-то найти для себя, повод какой-то измениться. Еще была история одной женщины, она тоже очень популярная, они там рядышком выходили, два этих видео. У нее была история про турко-садиста, я говорила, что вы любите в видео своем, у меня там полемика была, как так, жертва не может любить, чтобы над ней издевались. Это долгая вообще история, это долго объяснять, но такое есть, и сама девушка мне потом, я не могу зачитать все переписки, я вам скажу, что я тоже попала в цель в этом видео. То, что я сказала, так оно и казалось на самом деле, она это многое анализировала, и она знает причины, причины там в ее детстве, в ее родителях, точнее в ее дедушке с бабушкой, которую ее воспитывали, так что есть причины, как бы человек это все анализирует, и уже в поисках она психолога. Я сейчас вам зачитаю результат, который она мне прислала. Можете зачитать мой первый отзыв, у меня реально отпустило, я начала за такое короткое время думать по-другому. У меня много планов на будущую жизнь. Галина, мне очень понравилось видео, и еще понравилось видео о том, что почему женщины живут с алкоголиками. Это следующее видео было не об этой истории, она тоже это восприняла. Честно, я узнала себя. Было у меня такое время, что я себя недооценивала, муж мне постоянно зажимал мою самооценку, и когда напивался, я спасала его и верила, что нужна ему. Он по пьянке говорил, ты без меня никто, когда я тебя брошу, ты будешь на трассе зарабатывать. И благодаря этим больным фразам я получила два высших образования, пошла работать в полицию, в службу по делам несовершеннолетних, и с тех пор он перестал не то, что руку поднимать, а свой вообще рот открывать. А в первом письме я написала, что терпела мужа, что развелись и живем вместе, но за это время на самом-то деле я просто вытягивала из него деньги на обучение нашего сына. Я была уверена, что он по-другому денег просто не даст. Сейчас сын мне благодарен за поддержку, а теперь и пришла пора устроить свою личную жизнь. Я хочу и уверена, что скоро найду мужчину, с которым мне было бы тепло, уютно, легко. Муж сказал, что не уедет из моей квартиры и покончит жизнь самоубийством. А если честно, мне уже и все равно. Но я и не хочу начинать свою жизнь с новым мужчиной в такой квартире. Все будет напоминать о прошлой жизни. Я надеялась, что мужчина-турок – это моя судьба. Но судьба мне дала понять, что не все золото, что блестит, и надо с легкостью, осторожностью отпустить и разойтись. Я же сильная, все смогу преодолеть. Еще раз спасибо, если что-то изменится в моей жизни. Я дам вам знать, если вам это интересно. Конечно, мне это интересно. И из этой истории тоже есть один урок. Я девушку, женщину уже научила, как уходить от отношений с таким мужчиной-агрессором, который либо абьюзу к какому-то склоняет, с зависимым таким отношением. Короче, когда вы боитесь реакции человека, может быть, неадекватным, агрессивным. Уходить надо постепенно, отдаляясь. Ни в коем случае таким людям нельзя давать стресс и резко с ними рвать отношения. Это, в принципе, то, чего они ждут. Они ждут эмоциональных потрясений, после которых у них появляется агрессия какая-то, токсичность, негатив, короче говоря. От таких давлеющих тиранов-агрессоров, садистов каких-то. Вы боитесь, когда могут физический вред принести, а уходить надо постепенно. Вот с такими людьми надо постепенно. Вы находите поводы для прекращения общения. Ой, я что-то там, я не знаю, меня очень огромный завол на работе, у меня проблемы в семье, с ребенком, с его школой, учебой, всем чем угодно. Вы сокращаете, раньше, например, вы встречались каждый день, начинаете встречаться раз в три дня. Потом раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц. Постепенно, но ни под каким соусом он будет к вам пытаться залезть. Вы должны это гладненько так делать, чтобы он не чувствовал этого быстрого разрыва, чтобы он вас не пытался обратно заманить и накинуться на вас эмоционально, вас дергать к себе, понимать, что вы ускальзываете из его рук. Вы должны делать это постепенно. Видите, что он может быть заинтересован в других каких-то отношениях, у него есть любовница или еще что-то, просто касаемо этой ситуации. Пусть ради бога переключается туда, каким-то образом поддерживайте, не замечайте, закрывайте на это глаза и вообще его подталкивайте к этому потихонечку. Из этой истории тоже есть вот такой вот урок. Девочки, будьте осторожны. Не надо таких мужчин потрясать, резко их обламывать, прекращать общение, потом себе будет хуже. Они начнут маньящить и вообще непонятно непредсказуемо их поведение, потому что у нас немножко с психикой проблемы, они непредсказуемы. Тем более сейчас весна и осень – это время обострения психических расстройств, заболеваний и всего прочего. С такими вообще надо очень аккуратно общаться. Просто сокращайте дистанцию потихонечку, вот так вот отдаляйте, отдаляйте дистанцию, точнее увеличивайте, сокращайте общение с этим человеком. Вот такие результаты по историям, которые мы с вами… Это ваша работа, собственно, ваша заслуга. Вы даете комментарии, люди к ним прислушиваются. Спасибо за внимание. Надеюсь, что мои видео были для вас полезны, и видео сегодняшнее. И если у вас есть какие-то результаты, что вы берете из моих видео, что вы в жизни своей меняете, меняете свою психику, свое поведение, буду очень рада прочитать это в комментариях. Я все комментарии читаю, но, к сожалению, не всем могу ответить. Уж извините, девочки, у меня нет на это времени. Но спасибо за ваше внимание, что вы продолжаете смотреть. Скоро увидимся. Всем пока.